добрый вечер я очень рад всех еще раз видеть наш очередной встречи мы продолжаем изучение нашей книги урод от шуа прав куха и видимо сегодня у нас будет последний урок по этой книге весны предпоследний мы сейчас завершаем последние абзацы последний главы нашей очень важной книги цвета рассказать я задаю немножко переживаю даже волнуюсь уже много лет учимся и мы закончили нашу книгу после того как мы закончим я планирую начать перейти к с рама который называется поколение мама родор на иврите это сэгди раф обсуждает и смой и показывает нам свой взят свой взгляд на наше сложное поколение чем она принципиально отличается от предыдущих почему его нельзя и и можно сравнивать с ними с предыдущими поколениями и как можно нужно относиться ну хорошо давайте начнем мы пропустили 4 я скажу что его не понимаю но у меня сейчас появилась идея как то можно попытаться объяснить вы мне скажите это похоже на правду или нет потом у нас будет последний шестой абзац а после этого будет небольшая песни рава по поводу чувы стиха просто книга которая пользуюсь есть вот это да вот от чувак есть другая книга которая более полная и видим вот это вот так стих прочего который если мы успеем сегодня доберемся он взят не из нашей книги из более пол так значит давайте я бросил как всегда в чат линк к нашему документу со всеми текстами и давайте начнем урок я очень рад всем новым лицам толик добрый вечер я очень рад всем кто присоединяется к нашему уроку скажите мне или сделайте какой-то знак что меня достаточно хорошо слышно и мы начинаем на там хорошо слышно но линк чат не упал отлично линк в чат не упал сейчас глянем хорошо слышно я еще раз секундечком сейчас линк добавлю он точно упал может быть до того как вы присоединились сейчас я еще раз его так это не стоит попрощение все есть линк вижу я просто чат понял качат плегать а отлично я да все я понял уроков все еще раз хорошо начинаем тогда наш текст вы можете жаловать искусственный интеллект искоренение естественной природы святости иудаизма является причиной всех отдельных сметель и люди пытаются мудрствовать и найти в рассуждениях и логике то нужно найти самой сути душевного бытия и духовной а также телесной природе как всего народа в целом так и каждого отдельного еврея в частности это нарушение завета пренебрежение иврейской природы в действии в идее в чувстве и мыслей воли и существований нет лекарства для нарушающего завета кроме возвращения к завету крепко связанного со святой сущностью израиля вернись ко мне я вернусь к вам я на это посмотрел ну вроде как все слова понятны все хорошо но шторох хочет я не до конца полю я вам сейчас хочу представить идею которая мне сейчас возникла ну вы до того как я расскажу запомните запишите ваше впечатление вдруг вас есть мысли до того как я скажу потому что может случиться что как бы я вас перегнул своим видением это не очень хорошо потому что отрывок для меня по крайней мере они для не до конца ясен итак я хочу его объяснить на основании другого места в равен где раб объясняет соотношение чувств разума и высшего святого духа в душе человека мы по-моему когда давно трех даже изучали как-то морковые яйца как-то так мы эти назвали называется это если не ошибаюсь не помню как называется но я есть отрывок смысл вот такой человеческая душа состоит из трех этажей значит до того как я продолжу я сделаю такое отступление есть много возможностей деления души на уровни их можно делить параллельно сферот там на пять уровней или на семь уровней раф можно делить по другому раф сейчас предлагает деление на три уровня нижний уровень чувственный уровень уровень как бы если сравнивать с хасидизмом животной души как бы животной интуиции глубокой естественной природной связано как бы с чувствами с естественными потребностями может быть сильными эмоциями это нижний уровень средний уровень это разум мудрость и высший уровень это уже высшая божественная интуиция святой дух рам раскрывает нам что в другом своем статье что эти уровни на самом-то деле не живут мирно друг с другом а борется за как-то кто будет главный кто будет управлять человеком они борются как бы за главе борьба происходит очень интересно могу сперва мудрость ум борется с чувствами из со страстями вместе да и пытается их побороть тяжелая борьба и ум должен в конце концов победить он побеждает а потом у нас начинается другая борьба когда он начинает бороться с высшим божественным духом и тогда уже страсти чувства одни ему помогают два нижних этажа борются с третьим или сказать это простыми словами то он хочет сказать что он самое высшее что есть его все должны служатся ничего над ним нет и рам говорит что тот момент когда разум мудрость немножко пригнет голову и перед тем что над ним есть высшая интуиция божественный дух то во первых разум сможет дойти до таких до такого величия до таких высот до которых самостоятельно вы не смогли идти а во вторых победа здесь она уже не как была победа у нас разума напротив чувств или направи и напротив и против страстей что как бы я победил ты побежденный когда побеждает уже в конце концов высший дух он побеждает тем что разум понимает что над ним что то есть он не последняя инстанция то и чувство им находится место не только разум и чувства и страсти всем находится место и они все становятся служащими в этого высшего духа и помогают ему продвигаться развиваться каждый как бы дает то что он может привнести в эту общую кучу то есть борьба на немножко другой имеет результат не я победил ты побежденная когда все вместе уже начинают работать на общее главное теперь из этого и также из многих других источников раме может показаться что рах в общем-то пренебрегает мудрость это не так где источник я не помню то что я слышал пора у нас получается так если обратим внимание первый этаж и третий этаж они они оба это хоть интуиция первое это животное интуиция вторая это интуиция духа не интуиция это какое-то можно сказать чувство они похожи поэтому они могут неплохо жить вместе и так было во время пророчества был божий дух было пророчество было животное интуиция а разум был не развит и тогда всевышний своим провидением он убирает у нас пророчество с тем чтобы дать разуму развиться полностью то что мы имеем сегодня с нашей цивилизации когда она в основе угла стоит разум мудрость и когда вернется божественный дух пророчество это уже будет не то что было раньше это будет гораздо более качестве на гораздо более высокая потому что пророчество будет базироваться на развитом этаже разума то чего не было когда в 1 было пророчества в прошлом то есть у нас будет пророчество которое мы ожидаем вернется к нам это будет не то что было а больше и так теперь на основании всего этого я хочу объяснить наш отрывок в тот момент когда мы пытаемся объяснить иудаизм только на уровне разума пытаясь рационализировать то что происходит не обращая более пристальное внимание на естественное животное это вот начало то есть в иудаизме тоже и с другой стороны то что это что ниже разум и на более высокий божественный дух который выше разума то мы уйдем с пустыми руками нас ничего не получится иудаизм да то есть иудаизм очень много пользуется мудростью разум до его полностью охватить понять только одним разумом ошибка давай теперь еще раз прочитаем и вот это вот эта идея которая мне пришла и свою помощь я хочу объяснить наш отрывок потому что по-другому я его смотрел смотрел и как-то у меня не очень было понятно что это за такое вот естественная природа святости иудаизма так у меня не не зашли не щелкнула меня сейчас у меня щелкнула меня такая вот идея давайте еще раз пойдем по вашему отрывку я хочу спросить как вы этому относитесь искоренение естественной природы святости иудаизма является причиной всех идейных смутений люди пытаются мудрствовать и найти в рассуждениях и логики то нужно найти в самой сути душевного бытия и в духовной а также телесной природе вот это самый первый и третий этаж да как всего народа в целом так и каждого отдельного еврея в частности это нарушение завета до искоренение естественно природы святости пренебрежение с еврейской природой в действии в идее в чувстве в мысли в более существовании нет лекарства для нарушающего завет кроме возвращения к завету крепко связано со святой сущностью израиля вернись ко мне я вернусь к вам у меня все если кто-то хочет отнестись я буду очень рад пожалуйста давайте я скажу я хочу сказать что во время борьбы разума с чувствами разум расширяется укрепляется она неизбежна накапливается опыт и пока опыт не будет достаточным а опыт у нас он и как раз идет через страдания через счастье в конце концов разум должен прийти к тому что возможно все и как можно это все гармонизировать между собой чтобы увидеть природу взаимосвязи вещей в мире разум должен быть не просто отточенным но как раз совмещенным с чувствами это как раз интуитивный разум который допускает все что угодно не разбирает по полочкам а берет сам факт не пытается его как-то сделать из него некую скульптуру и отрезать все лишнее а принимает его расширенным своим и вот опытом вот этим чувственного так сказать взросления я думаю так и этот разум у нас появляется как результат борьбы разума вместе с чувствами с высшим духом после того как разум проигрывает кавычках принижает голову и тогда он действительно у нас есть это самое у нас есть возможность разбивать все на части составные потом спалить это вместе дифференциального и интегральное исчисления да мы можем разбирать по частям и смотреть на части можем смотреть также и взгляд на целое да да но вот по отношению к нашему отрывку мне было не до конца понятно что имеется в виду и вот у меня я вот так предлагаю свое видение спасибо виктория кто-то хочет еще отнестись нашему отрывку я хотел спросить это связано с уровнями другое другой взгляд другого хороший вопрос потому что не знаю вот не знаю вроде бы до 3 нижний этаж он связан это что на фасидизме называется животная душа тоже называется нефиш вроде бы связано а второй этаж рог связать его с мудростью а третий этаж это способность определять вещи объяснять вещи может быть связано может быть это идет я раньше как видела картину что она он как бы связующим звеном должен быть между не сама который не сама не говорит но он может понимать что с ним происходит и связывать ее с нефиш которая находится выше слов и выше да 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 здесь я добавлю здесь я добавлю также как вот хаббат да известно что они занимаются и значит как бы хахма бина в да 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 то есть у хаббата это воцарение головы над всем остальным чувствами это как раз вот первый этап этой борьбы когда разум борется с чувствами ну знаешь это не совсем так не совсем то что я имел ввиду потому что и да что ч Co рога очень скрепина способность кристи классифицирует разделяет тогда похоже то что вы говорите что это даже что так и но есть именно так да как бы раф не здесь еще раз а согласен я буду просто отрыву который я привел говорит что эти этажи не не всегда живут мирно один с другим а у них есть как он там называет разум я посмотрю в этот самый я посмотрю в этом забыл ну такой есть публистический справочник пора я я поищу я может напишу нас в чате уже в общем где сам откуда я взял отрывок но я помню что мы его учили и правда было два назад мы это учили вот как бы на этого на нашем уроке спасибо на хаматолик я вижу вы подняли руку это был знак того что меня хорошо слышно или что-то сказать нет я вы знаете прошу прощения если может какую-нибудь глупость спрошу потому что я-то учусь если я не буду задавать вопросы я вообще никогда не разберусь вот мы сейчас вы сказали сейчас на этом уроке что вот этот божественный дух третий уровень самый высокий и меня вот во время учебы не сегодня вообще все эти дни сопровождает такой вот я не до понимания почему руха кодыш он такой же рух как вот на фиш рух и не шама и потому что рух штут я никак не могу понять этот статус не могу этот статус понять почему он все таки рух почему он так называется по простому а сейчас затронули тему по этому отрывку что божий дух он получается на третьем уровне это я услышал это как как не шама все равно понимаете и я запутал я запутался и никак не могу понять почему руха кодыш где он живет с какой в какой области ну почему он такой важный а называется слишком просто и как здесь пересекается божий дух хотя это получается мы на не шаму говорим а не на рух я честно скажу запутался но это потому что я еще молодой но хит я только год как изучаю у меня много вопросов и я хочу знать ответы понимаете не то что я там считаю мне наплевать нет мне не наплевать я хочу разбираться потому что сын спросит что я ему отвечу я не знаю не хама вы хотели отнестись но я не думаю что божий дух это правильный перевод в данном случае речь идет о структуре души и как в самом начале сказал что есть различные углы зрения они в общем-то все не точные то что где-то живет три девочки в домике может так себе представить но рамбам говорит шмана паракем шмана паракем не слове к его комментарии к мишне он там в эту структуре души совсем по-другому другим признак функциональность у него кстати там и всем должен управлять то есть зависит какой точке зрения вы смотрите а такое то не согласны не все увидят по одинаковым это пять вообще уровне души три это который относится к индивидуальной душе а две более высокие они уже на более высоких уровнях вообще и одних мы даже их не обсуждаем а это ну как бы частные человеческие уровни как они функционируют можно по-разному объяснять я просто сказал то как я научила может быть неверно души человека максимально приблизительно всевышний который смотрит на мир совсем с другой точки зрения точки зрения более высокой и и она не может так сказать сама поднять те переживания которые переживает человек который сталкивается с проблемами жизненными человеческими называют душа но как бы у животных тоже есть какое-то такое подобие но у человека есть возможные животные души и ее как я вас очень вижу то есть когда он может рассуждать когда он может словами объяснить почему называется руах потому что и и и вдохнул в душу и там раша говорит рост на малину это дух говорящий то есть он связывает руах возможности говорить это значит что-то говорит определяет вещи коробочки но у него есть какое-то значение он складывать эти слова получать но без того чтобы определять что-то нет никого языка слова нам всегда приходится объяснить чувствах поскольку он может это объяснить то есть на мой взгляд ру выполняет часть выполнять связующую роль между сама но видимо мне кажется то что рассказывал на так другой взгляд другого угла все это какие-то отражения проекции чего-то что мы не можем описать более точно и другая проекция может непонятно говорю с одной проекция может выглядеть так как связь на фишуах выношена а с другой проекции это может выглядеть как те же части они находятся в борьбе другой проекции понимаешь я хочу сказать да я понимаю да но я запутался вот понимать рог штут а христиане вообще вообще не причем да 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 я меня меня смутило с одной стороной рог штут а с другой стороны христиан в христианстве святой дух это вообще но богом считается а здесь получается божий дух то сказал что это штут этого штут другое понятие одно и то же слово на это самое ветер на на море там тоже другое значение да все равно спасибо за разъяснение мне стало легче я вам могу так сказать я говорю что он называется вот смотрите значит сказали что мудрость на на лошон окодыш мудрость тоже она одна от бога другая от от собранных знаний и умозаключения там два разных слова и я слежу и гадаю о какой мудрости сейчас идет речь а когда говорят про рог я тоже начинаю путаться пока что я думаю что это пройдет со временем я начну это различать но поэтому я и задаю вопросы чтобы мне легче быстрее оставить эту тему вот я не говорю что я может быть даже и неуместно задаю вопросы я прошу прощения но я хочу просто надо понять о чем речь от откуда в каком контексте употреблялся я попробую это сейчас как-то закруглить не закруглить подытожить у меня просто слова по-русски выскакивают из головы и подытожить и попытаюсь значит смотрите вы говорите это самое вы год учитесь еще не разбираетесь да а много лет учусь если честно вообще по поводу строения души я профан профана вообще ничего не понимаю вот и поэтому как бы упоминаю это постольку поскольку это где-то уже написано я как попка дурак значит это самое повторяю смотрите у нас не раз и не два был этот спор я считаю так слова определяются не словарем а контекстом это очень важно то есть слово может менять очень сильно свою смысловую нагрузку от того где мы встречаем и когда мы говорим что у человека там есть на фишрух войны шама а потом мы говорим рога ходы что же самое слово ну что же то же самое слово не математика где у слова есть определение словаря здесь не подходит мы из контекста понимают мы говорим про про уровень пророчества пророчества есть важно здесь это контекст они определения слова то же самое рушит которое вы упомянули есть рух как это душе человека есть рух как руха кодыш это все разные есть рух как ветер который кого-то куда-то понесли в есть глупости тоже рух и еще больше чем рух что это все рух да 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 спасибо только вы врите в любом языке не вы врите в том числе несмотря или может быть из-за того что это святой язык и так далее он заточен для донесения святых понятий это очень важный концепт слова его определения из контекста да мне это помогло на самом деле вы даже что-то произошло такое как только вы стали объяснять уже что-то такое произошло до сверху поднимается как будто бы я понял ну вот то есть я хотел понять и я понял то есть ну не то чтобы я понял ашем позволил падать теперь теперь еще одно очень важное замечание глупых вопросов нет глупые есть ответы только особенно когда вопросы с тем чтобы понять нет у нас глупых вопросов мы это самое мудрецы у нас наявите называют ученики мудрых те которые постоянно тут и учатся и и и так далее учиться это похвально надувать колесом грудь и говорить я все знаю как то не очень так что не переживайте не стесняйтесь в этом плане стеснительность лишняя она это самое так это нехорошо так что все в порядке вопросы это хорошо и классно значит и так наш отрывок он говорит о том что кроме понимание постижения что очень важно в иудаизме есть самостоятельно и природная существование сущностная да что то что есть святостью иудаизма и она воспринимается не только мышцы разума она также мышцы и души и мышцы ощущения это насколько я понимаю то что прав хочет здесь сказать соответственно возвращение туле от этого на то есть ров прошу прощения большинство времени которое мы тратим в иудаизме это изучение головой радость нам говорит хорошо правильно здорово но в тот момент когда ты скажешь кроме головы ничего больше нет это будет ошибка принципиально я так вот из вашего позволения давайте перейдем к следующему на танку а можно еще одно предположение а может быть ров говорит о том что вообще там не должно быть борьбы между чувствами и разумом не должно быть борьбы иначе это приведет к перегибом к неким ущемлением которые не будут давать развиваться восприятию мира полному может быть он об этом говорит что борьбы не должно быть давайте давайте так в последних на во первых в последних то что вы говорите это идеал которого мы стремимся теперь в нашем отрывке я этого не вижу штраф этого касается к существу вашего замечания у нас так чтобы что-то развилась надо сперва разделить на части дать каждой части развиться отдельно а потом соединяем соответственно кризисы и борьба разных частей видимо непреодолимый очень важный этап любого продвижения вперед сперва мы разделяем каждая часть растет сама по себе естественно отторгает и воюет с остальными тогда они каждый из них разовьется полностью созреет можно делать синтезу с тем чтобы уже не воевали а дополняли и так далее потому что если я пока я еще маленький неокрепший будут кивать и говорить да 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 и и и и этой точки зрения есть место и этой точки зрения есть место у меня не будет времени отстроить свою точку зрения которая ближе мне и будет ничто будет так как наша мало из всего соответственно первым этапом я не приемлю и может даже ненавижу отторгал полностью другие точки зрения этим я даю возможность срастить и созреть своей точки зрения это может быть чувство это может быть разум это может быть высший дух неважно что после того как это уже у нас вызревает и это вызревание может быть запросто по отдельности как вот я допустим привел пример что низшее ощущение чувство и выше они немножко похожи друг на друга и поэтому что они похожи они могут совать вместе а разум на них не похожи они подавляют разум поэтому с тем чтобы вот когда раз дал брат всевышний с тем чтобы развить разум нам пришлось убрать такое важное достояние как пророческий дух пророчества на очень долго тем чтобы разум мог развиться и потом уже когда у нас есть развит разум мы можем на него сверху вылить уже пророческий дух и получить полную картину без противоречий но противоречия во время роста это видимо обязательный этап спасибо большое на там очень хорошо спасибо хорошо тогда с вашего позволения переходим к следующему этапу область последний на 6 15 немного времени на здесь москве и так скажите мне только если мы это не учили по моему мы не учили люби дает ручьи да это очень нет не помню давайте получим мы свой просто плачу мы задерживаемся на пути к совершенству и отстаем от него и до чрезмерного беспокойство которое мы испытываем в душе когда идея покаяния проходит перед нами мы остаемся полными тревоги лишенными сил из-за обилия угнетенности покаяния именно поэтому мы отталкиваем эту идею источник всех успехов от впечатлений наши души и мы остаемся блуждающими в пустыне жизни но такое положение не может продолжаться мы должны вооружиться душевной храбростью силой песни покаяния вся печаль должна превратить у нас свежую песнь оживляющие ободряющие утешающие исцеляющие и тогда покаяние со всеми его размышлениями соединяя с приятным и сладким единством о котором мы будем всегда размышлять и по которому будем не страивать все шаги нашей жизни для нашего личного и общего блага и в этом мире и в мире году грядущим для искупления отдельного человека и для искупления всего общества для возрождения нации для возвращения из маленьком как в дни древние как в годы прежние полминуты я прошу прощения мне тут в общем-то мне кажется эту идею в разных облачениях рак нам приводил наши книги много раз у нас есть очень много похожих абзацев давайте попытаемся разобрать и так ну не только а вообще очень важно чем заканчивать начинается чем заканчивается не случайно выборка и отлично да 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 именно так спасибо большое на хама за ваше замечание один из этапов швы это неприятный болезненный этап покаяния важное замечание один из этап теперь мы не любим неприятных ощущений эмоций тогда это раз два как можно обсуждали не раз ощущение себя ощущение себя что как бы со мной все в порядке что я морален что я нормален что я нормально себя веду одно очень важно нам для душевного здоровья человек который убедился что он вообще отброс общества и так далее что он плохо что он нехорош это очень опасный человек это опасно и плохо для его душевного здоровья поэтому мозг выбираете находит это самое именно вот разумная его составляющая очень красивые хорошие правдоподобное объяснение почему на самом-то деле все что сделать все было правильно и я вообще хорошую так оно и надо потому что мог мозг печется о нас о нашем душевном здоровье и так далее кроме того что мы избегаем всегда каких-то неприятных болезненных ощущений что происходит в результате в результате мы все конечно объяснили что в порядке но это как это это не проработанная травма она ушла внутрь подсознание мы избавили себя от неприятного ощущения на поверхности в сознательном я и она ушла в бессознательный раз нас будет грызть сколько времени всю жизнь мы избавили себя небольшого от острых это боли и мы тебе приобрели тупую какую-то может быть менее ощутимую боль на всю жизнь что предлагает нам чувак вытащить эту боль на поверхность понять что мы были неправы но заняться этой мыслью ограниченное количество времени после чего и ну попытаться сделать все что нужно для чего и попытаться исправить и так далее и мы в общем то нас это получается проработанная травма у нас это получается что мы сеть после того как сделать чувак уже реально мы действительно можем сказать теперь ты по-настоящему в порядке и теперь по-настоящему морали ты не про неправильно один из обязательных этапов ты раскаялся в этом тебе плохо тебе было плохо что сделал неправильно ты исправил это и сейчас ты вернулся быть в порядке то есть это называется спуск для подъем то есть конце концов понятно это вещь она верно она правильно на это даже нам стоит того мозг не просто так пытается нас всегда оправдать потому что он знает что самопоедание которое можем легко скатиться на всю жизнь это не полезная вредная процедура поэтому чувак правильное настоящее это не самоедство на всю жизнь это не с утра и до вечера думать в чем я не прав и где я ошибся где согрешил это не то чувак это остановка подведение итог и итогов разбор полетов понимание что было верно что было неверно что было что можно исправить и продвижение вперед продвижение вперед обязательно это это что прав здесь нам об этом говорить эта идея урава то что сейчас сказал может быть не все написано в нашем отрывке в общем действительно завершает эту книгу очень хорошо давайте еще раз посмотрим наш отрыв мы задерживались на пути к совершенству отстаем от него из-за чрезмерного беспокойства которым воспитывают душе когда идея пока не проходит перед нами мы остаемся полными тревоги и лишенными сил изобилие угнетенности покаяния именно поэтому мы отталкиваем эту идею источник всех успехов от впечатления нашей душе видеть впечатление нашу жизнь очень хороший перевод начало предложить более такого правильного меня не было обратите внимание чувак это источник всех успехов подвести итоги понять здесь я признаю собственную ошибку это единственная возможность продвинуться вперед ее больше не совершать понятно что ты источник всех успехов настоящий чувак но мы редко об этом так думаем представь человек который не будет ни капли скромности не капли он навсегда прав и узнаем всегда прав он наделает таких ошибок потому что все остальные дураки вокруг и только он умный что как-то маму не горюй нельзя так идти по жизни это ничего общего не имеет приверженностью к цели и не к упорству можно быть упорным но тем не менее достаточно гибким всем чтобы постоянно и серьезность а то куда я ну это правильно ли нет самому себе задать вопрос источник всех успехов очень важное слово и как бы с подчеркиванием от печали нашей души и мы остаемся блуждающими в пустыне жизни не можем продвинуться вперед ходим по кругу потому что наши ошибки собственные мы не исправляем но такое положение может продолжаться мы должны вооружиться душевной храбростью силой песни покаяния покаяние это песня да для нее нужна душевная храбрость чтобы признаться себе я был неправым гораздо проще я всегда прав и все я и так я хороший не нужно поддерживать как мы сказали я же хорошие как я мог быть неправым ты можешь быть хорошим признавая то что иногда неправ нормально ничего страшно вся ее печаль обязательно часть чувы печать понимаем общий процесс должна превратиться в свежую песню оживляющую и ободряющую тишающую исцеляющую это настоящая чувак если процесс который мы проходим это не то это видимо не совсем-то чували совсем не так чувак твоя должна и тогда покаяние со всеми его размышлениями ты для нас приятным и сладким единством это тоже вот как хорошо хорошо складных а мы равни просто так завершать эту трех по нашу книгу одно из целей как по крайней мере я вижу равна в этой книге было показать что чувак это не просто что-то горькое это что-то также очень 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 сладко о котором будем всегда размышлять по которым будем выстраивать все шаги нашей жизни для нашего личного и общего блага и в этом мире и в мире грядущих для искупления отдельного человека и для искупления всего общества для возрождения нации и для возвращения изгнанных как дни в древние и как в годы прежние кто-то хочет сказать пару слов поводу нашего отрывка вы говорите вас отключен микрофон местами это шутка после этого сразу хочется сказать и мы ламши они укропали и догадали как быть на самом-то очень важная штука тот самый такой сложный для понимания тем не менее он не очевидный такой почему вдруг она перерождается и превращается в песню превращается в радость фактически но это может похоже на то что там где болит шоу среди ким морем не находится то есть это движение оказывается что оно обладает гораздо больше ценностей чем те ошибки перекрывает по своей радости по своему поясному значению и ошибки которые были слышны человеку врать и оказывается да все это как бы честь и единиц некого единого процесса и они приобретают смысл в этом процессе и поэтому от печали не остается если я человек был я хочу привести пример допустим человек был даже не грех человек был застенчивым и он смог побороть спокойно общаться с людьми какая внутренняя радость у него будет я был там сейчас я здесь у меня чуть не получалось как будто ошибка у меня было я смог понять где она исправить это хороший пример этот шувак да это хороший пример но более тяжелые примеры когда человек на преступление по ошибке задавил нечаянно я не знаю мало ли бывает таких кого-то обидел эффективные вещи которые действительно принесли кого-то зло этого вот но видимо очень трудно избавиться всеми стыда вины неохота почему вот это душевно хочется это заберет куда-то в подвал думать как извлечь из этого позитивно это вообще очень очень сложный вопрос спасибо на холода хорошо к сожалению наше время истекло песню до песни мы не добавили заставим на следующий урок что будет будет песня будет песня и может быть мы сделаем уже тогда вступление к серии по поводу по поводу мы начинаем с божьей помощи если ты собираешься начать мама наверно нужно опубликовать 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 да в фейсбуке я его опубликую обязательно по частям но помимо этого потому что нет 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 не перевод а то что серию урок открываем это это как бы а вы говорите про пирсу вы говорите опубликовать вы говорите это самое рекламировать 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 потому что он то отсеивается ну так сказать на длинных где понятно да еврей который пришел в консерваторию знаешь он сидел минут десять и собрался спрашивать почему ивантика да я понял принцип хорошо сделаем обсудим это подумаем хорошо ладно всем спасибо огромное спасибо всем Магда я вам даже не сказал добрый вечер не знаю как получится участвовать потому что опять я начинаю изучать добрый вечер добрый вечер всего хорошего хватило вам мазальтов полагается а да мазальтов мазальтов но уже не как бы не первый главному горе в этом уроке да спасибо не не головной что что ничего смущает я просто очень за вас рад а да спасибо очень приятно что вот хорошо добрый вечер спасибо до свидания до свидания до свидания у